Я очень рад, что меня пригласили на вашу замечательную конференцию, и мне была чрезвычайно интересна такая постановка вопроса, которую предложил организатор. Это план моего сообщения. Здесь я хочу вам предложить немного статистики. Я предлагаю не обсуждать такие варианты расширения оперативных вмешательств, как расширенная радикальная мастектомия, спорастернальная лимфоденоктомия, радикальная мастектомия. Это уже в основном ушли в прошлые операции. А сосредоточиться на профилактических операциях, в частности, двусторонней профилактической мастектомии и профилактической контрлатеральной мастектомии. Рак молочной железы в России. За год заболевает около 70 тысяч женщин, умирает около 22 тысяч женщин. Риск для женщин заболеть раком молочной железы в России около 6%. Риск для женщин умереть от рака молочной железы 1,6%. То есть, если это соотнести в процентах к риску заболеть, получится 27% риска умереть тем, кто заболел. То есть, грубо говоря, мы вылечиваем 73% заболевших женщин в России. Риск смерти от рака молочной железы примерно равен летальности от COVID-19. Так же, как вакцинация нужна для защиты от COVID-19, нужна и профилактика рака молочной железы. Здесь представлены кривые заболеваемости и смертности от рака молочной железы в России. Это стандартизованные показатели. И можно видеть, что на протяжении последних 20 лет наблюдается довольно интересная динамика этих показателей. Во-первых, заболеваемость — это верхняя кривая. Она неуклонно растёт со скоростью примерно 2% в год. Нижняя кривая — это показатель смертности от рака молочной железы. На протяжении первого десятилетия, с 1998 по 2008 год, кривая горизонтальна, то есть летальность стабильна. В последующие 10 лет снижается смертность от рака молочной железы тоже на 2% в год, несмотря на то, что сохраняется рост заболеваемости. Вот это, я считаю, довольно такой замечательный успех всей онкологической системы России по лечению рака молочной железы. Но нужно обязательно обратить внимание и на профилактические меры. Ведь заболеваемость растёт, а в России практически ничего не делается для профилактики этой болезни. Здесь изложены основные факторы риска развития рака молочной железы, так как они приведены в золотом стандарте диагностики и лечения Российского общества онкомомологов за текущий год. Три группы рисков, незначительное повышение риска, относительно существенное повышение риска рака молочной железы и значительное повышение риска рака молочной железы. Здесь прежде всего это мутация генов предрасположенности, дольковая карцинома ин-ситу, атипичная гиперплазия и радиационное воздействие на молочные железы в молодом возрасте. Мутации генов предрасположенности, которые сопровождаются очень серьёзным повышением риска заболеть раком молочной железы. Среди них наиболее известные и знакомые нам версии 1, версии 2, но и ещё много других. Профилактическая двусторонняя мастектомия. Здесь я ссылаюсь на одну из фундаментальных работ по этой проблеме клиника МЭЁ. Хартман с авторами, 1999 год. В этих клиниках профилактические мастектомии выполняются с 1960 года. И в двух группах женщин с разным относительным риском развития раком молочной железы изучалась профилактическая мастектомия. И было показано, что наблюдается снижение риска развития болезни примерно на 90%. И также примерно на 90% снижается риск смерти от раком молочной железы. Более свежая работа 2004 года. Она оценивала пользу от профилактической двусторонней мастектомии у носителей мутаций версии 1, версии 2. И получены, собственно, те же самые цифры. Примерно на 90% снижается риск развития раком молочной железы. Теперь основной вопрос, который поставлен, это где граница эскалации? Или каковы показания к этой операции? На мой взгляд, если смотреть непредвзято и только с точки зрения защиты женщины от развития раком молочной железы, нужно ответить, что профилактическая двусторонняя мастектомия не показана только при риске, равном нулю. То есть она показана всем. Существующие границы обусловлены не логикой защиты пациентки от рака молочной железы, а традицией и существующими правилами. По текущим рекомендациям российского общества онкомомологии, которые приняты в 2021 году, показанием двусторонней профилактической мастектомии является относительный риск больше четырёх или вероятность развития рака более 24% на протяжении жизни. НССН, то есть это как раз граница эскалации, строгие показания, что обычно показания к этой операции должны рассматриваться только у лиц с патогенной или, вероятно, патогенной генетической мутацией, с убедительным семейным анамнезом или с предшествующей лучевой терапией на молочной железе в возрасте до 30 лет. Ну вот что, мне кажется, нужно ещё принимать в расчёт, когда мы думаем о том, делать или не делать пациентке, предлагать или не предлагать профилактическую двустороннюю мастектомию. Примерно лет 20 назад, когда эта проблема обсуждалась на учёном совете онкологического наводческого центра, Лев Абрамович Дурнов резко возразил против такого подхода, ссылаясь на то, что если следовать такой логике, то нужно и у детей на генетической предрасположенности к ретинобластоме с профилактической целью удалять глаза. Но я, безусловно, поддерживаю Льва Абрамовича. Удалять глаза детям не нужно с профилактической целью. Но молочные железы имеют совсем другое значение для жизни человека. И профилактическая мастектомия не угрожает жизни и не инвалидизирует пациентку. Второй пункт, мне кажется, нужно заглянуть себе в душу, в подсознание и сказать себе, что крепостное право отменено в 1861 году. И нам не стоит принимать на себя всю ответственность за выполнение и за формулировку необходимости выполнения или отказа от выполнения профилактической двусторонней мастектомии. Это всё-таки дело пациентки. Наше дело — изложить риски, изложить возможности, которые есть у хирургов, возможные осложнения от операций, но решение должна принимать пациентка. Профилактическая контрлатеральная мастектомия, снижение заболеваемости и летальности. Вот первая публикация, на которую я ссылаюсь, это тоже из клиники МАИО. У них тоже с 60-х годов прошлого века делают такие операции. И это касалось прежде всего семей, в которых наблюдался рак молочной железы и рак яичников. И было показано, что контрлатеральная мастектомия также примерно в 90% снижает риск развития новой болезни и снижает риск развития, и снижает риск смерти. Вторая публикация, более свежая, 2010 года, она также касается больных раком молочной железы с семейным анамнезом рака молочной железы. И также показано, что снижается и риск развития второго рака, и снижается риск смерти. Последняя публикация — это большой современный обзор литературы. Здесь анализировано 67 публикаций. И самые основные выводы этого обзора, во-первых, ракомизированных исследований по этой проблеме не было. Во-вторых, у больных раком молочной железы профилактическая контрлатеральная мастектомия приводит к снижению заболеваемости контрлатеральным раком молочной железы, но не наблюдается статистически значимого снижения риска смерти от рака молочной железы. Это график, который был представлен в публикации Монтана и Мору 2020 года. И именно здесь приводится информация о том, что популярность профилактической контрлатеральной мастектомии в Штатах резко растёт. Верхняя кривая касается женщин моложе 45 лет. У них выбор пациентский приближается к 35% за то, чтобы при любом самом раннем раке с одной стороны выполнять мастектомию лечебную, с той стороны, где болезнь, и контрлатеральную мастектомию с противоположной стороны. Но и в других возрастных группах также наблюдается рост выбора такой операции. И в литературе я нашёл такие мотивированные возражения против профилактической контрлатеральной мастектомии. Собственно, такие же точно, как Эльдар Искандерович только что недавно озвучил, зачем у больной, у которой можно выполнить хорошую органосохраняющую операцию, делать двустороннюю мастектомию. Вот аргументы Ротгерса. При отсутствии мутации высокого риска органосохраняющая операция также хороша, как мастектомия. И риск контрлатерального рака молочной железы низок в 0,3 или 0,6 процентов в год. Дальше. Двусторонняя мастектомия не принесёт никакой пользы для выживания. Связано с ухудшением образа тела и качества жизни. Связано с большим количеством осложнений и повторных операций. Пациент, обращающийся за профилактической контрлатеральной мастектомией, заслуживает тщательного консультирования и совместного процесса принятия решений. Я могу немножко возразить тем аргументом, которые приведены. Если планировать прожить ещё 20 лет, то 0,3-0,6% в год — это риск 6-12%. Далеко не для всех эта величина ничтожна. Да, есть публикации о неблагоприятном влиянии на чувство женственности, но отсроченная удовлетворённость женщин через 10-20 лет после профилактической контрлатеральной мастектомии составляет 83-90%. Но с финальным выводом я, конечно, согласен. Пациентка, обращающаяся за профилактической мастектомией, заслуживает тщательного консультирования и совместного процесса принятия решений. Теперь, что для пациентки означает снижение заболеваемости? Во-первых, это уменьшение не менее, чем в 10 раз всяких мерзких рисков, которые связаны с тем, что нам очень нравится. Нам очень нравится оперировать хорошо и красиво. Нам очень нравится получать великолепные эффекты от современного лекарственного лечения и от современной лучевой терапии. Но для пациентки наши восторги имеют отрицательный знак. Во-первых, контрлатеральная мастектомия снижает заболеваемость. Это означает снижение не менее, чем в 10 раз рисков стресса от нового диагноза, неприятных и болезненных манипуляций, связанных с диагностикой и оперативным лечением, хирургических осложнений, лимфостазы, побочных эффектов и осложнений от химиотерапии, побочных эффектов и осложнений от гормонотерапии, побочных эффектов и осложнений от лучевой терапии. Что ещё нужно обсуждать с пациенткой, которая предполагает выполнение контрлатеральной профилактической мастектомии? Что, естественно, расширение оперативного объёма повышает риск непосредственных хирургических осложнений. во-вторых, вот, интересная публикация была, частота повторных незапланированных операций после профилактической мастектомии с реконструкцией составила 64%, а без реконструкции 4%. Сергей Михайлович, я прошу прощения, у нас очень строгое отношение к регламенту 15 минут. Да, спасибо. И так, кому не показано, я уже сказал, что она по профилактическому контролатеральному мастектомии показана всем. Ей существуют медицинские границы, то есть противопоказания, нежелания пациентки и границы эскалации искусственной, консервативной традиции и клинические рекомендации. Существующие границы, то есть показания, которые существуют в РОУ относительно риск больше 4, у больных с развитием первого рака молочной железы в возрасте до 60 лет. НССН пациентки с известной или предполагаемой генетической предрасположенностью. На мой взгляд, профилактический мастектомий самый эффективный метод профилактики развития рака молочной железы. Я прошу прощения, 16 минут. Я бы границы применения метода расширяются и будут расширяться дальше. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!